всем привет дорогие зрители с вами я не агара и мы продолжаем находимся сейчас в нашем лагере убежище можно спокойно выдохнуть когда никто больше на нас не нападает прошлый раз с море гоня поговорила так всем подарки мы раздали все деньги я потратила аптечек прикупила по моему по оружию оружие здесь сильно дорогое просто продала то что он было мне не нужно а так то как бы мало что изменилось вот давайте поговорим наверное еще с некоторыми здесь нашими персонажами и в общем то отправимся дальше что тебе нужно я хотела спросить у тебя спрашиваю как там так что тебе нужно так ты можешь обучать других тому что нет храмовники я уже сказал что не сделаю этого и мое слово крепко простите сударь что тебе нужно а еще спрашивай почему этот вопрос тогда не убирается рассун ответил уже расскажи мне о серых стража они такие какие есть все насчет серых стражей я так понимаю что аж ясно что тебе нужно спрашивай не сильно разговор еще видимо все диалоги мы с ним почекали уже почему же ты остался храмовников если ненавидишь церковь ты видела мундиры храмовников они не только шикарные но и добротно сшиты обожаю добротное шитье вот как кажется ни разу не видела чтобы ты его надевал я думала что храмовники но есть по большей части тяжелые доспехи только на публике вдали от посторонних глаз мы предпочитаем эти желтые и пурпурные туники верно в них гораздо удобнее да и кровать не сломается когда скачешь по ней во время боя подушками как черепнет какая же настоящая причина вы часто устраиваете бои с подушками в день покаяния мы могли заниматься этим всю ночь быть храмовником знаешь ли не только гоняться за людьми в юбках и прятаться за спины священников ты же на самом деле не хочешь узнать как я был храмовником это довольно скучно да в самом деле хочу так тогда придумай что-то повеселее ты не обязаны просто любопытно нет я хочу ох уж это любопытство алистер расскажи мне все о своей жизни ладно если ты так настаиваешь все равно нам больше нечем заняться верно суть дело в том что я и вправду ненавидел монастырскую жизнь послушники из бедных семей считали что я задираю нос а те что познать ней звали ублюдком и в упор меня не видели мне казалось что эрлы омон от меня отказался что я ему не нужен и я был полон горечи отчасти правда для меня стало отдушиной само обучение на храмовника у меня это не дурно получалось так что же нравилось тебе в обучении основном сам процесс получения знаний но еще дисциплина чтобы использовать наши способности нужен дисциплинированный ум это было трудно но труды и вознаграждались лихвой впрочем я нигде не чувствовал себя дома пока не стал серым стражем и дункан посчитал что мои способности храмовника могут пригодиться нам для борьбы с магией порождение тьмы так что я продолжал их развивать ну а ты есть на свете место которое ты можешь назвать своим домом мой дом был захвачен орлом хоу наверное мой дом теперь там где серые стражи и ты правда я не знал что ты так думаешь но не вечно же мы будем скитаться когда закончится война когда мор словом настанет пора нам подумать о том чтобы обзавестись настоящим домом нам хотя сейчас и кажется что до этого еще очень далеко да и серых стражи наверное уже больше нет да если мы вообще останемся в живых можно и даже путешествовать по миру их можно возродить полагаю ты права мы можем создать новых серых стражей но никогда не вернем тех кого потеряли хотел бы я знать будет ли мир когда-нибудь прежним так или иначе из-за меня мы отвлеклись от главного лучше вернуться к тому что мы должны сейчас сделать ну плюс два немножечко мы с ним подняли прям капелюшечку со стенам не очень то хочется мне разговаривать нифига себе у вас сыр вот как на это посмотрите ой одним сыром питаетесь да там немножко мясом с лилианой да хочу с тобой поговорить ну я здесь какой была жизнь так и что рассказать мы можем послушаем его нибудь я слишком люблю сказания чтобы держать их в себе думаю все должны иметь возможность насладиться ими мы же одно сказание уже слушали расскажу еще раз оба вина так но порождениях темы давай церковь утверждает что порождение тьмы созданный людской гордыней в древние времена большей частью известного нам мира правили маги ты винтерской империи своей гордыни они решили что их магия всесильна и возомнили себя превыше самого создателя и решив так они вторглись в его золотой град желая захватить его и не зложить того кто сотворил их самих но они были корыстные полны грехов и этими грехами они осквернили золотой град навеки наведя на него порчу создатель проклял их и удалил сглаз своих и куда бы они ни ходили везде распространяли скверну своих грехов земли которые они запятнали скверной стали безжизненными зато там появились порождение тьмы чтобы терзать нас и служить напоминанием о нашем высокомерии нифига себе другую историю же что-нибудь о далийцах об андрасте так андрасте была избранной создателя уже прошло много времени с тех пор как создатель оставил этот мир когда до его уха донесся звук ее песни ее мудрость милосердие и красота очаровали его и он предложил ей покинуть этот несовершенный мир и стать его божественной невестой но у андрасте уже был земной супруг и она не могла бросить его вместо этого она умоляла создателя вернуться к тем кого он оставил ее мольба была столь искренней что тронула создателя он пообещал что создаст рай на земле если все отрекутся от ложных богов и вновь поклоняться ему вот почему андрасте начала свой священный поход против идолопоклонников тевентерской империи создатель наделил ее своей силой чтобы сокрушить ее врагов андрасте поставила империю на колени и ее победы сподвигли многих обратиться к создателю ладно хорошо хватит разговаривать ну плюс один немножечко можем свин немножко это был долгий день было бы пару фраз было бы неплохо отдохнуть ты хорошо себя чувствуешь да да конечно я просто немного устала как ты вероятно заметила я давно уже не маленькая девочка грехом теле еще теплиться жизни надо так хотя для своего возраста все еще весьма бойко спасибо очень мило с твоей стороны но честно говоря я не знаю сколько еще смогу прожить мне много лет но всегда находится какое-нибудь дело и я вынуждена жить дальше чтобы его исполнить думаю я буду рада когда наконец переделаю все дела вот про трепыхаешься эй не говори так ты нам еще нужно о нет я не из тех кто бросает дело на полпути я дойду с вами до конца обещаю хорошо и лилиана даже одобрила что мы так поболтали так давайте ка теперь наверное закончим здесь все свои дела выйдем на карту уберем мориган конечно алистера так и вин да и отправимся мы вот с вами посмотрите в башню все еще можно сходить милаврили что после прохождения башни нельзя будет сделать там квесты ладно морозные горы редклиф хижина флеме туда нам не надо окраина леса и дэн рим пойдемте ка с вами деревню редклиф рыбацкая деревушка на берегу озера каленхат туда то есть еще по дороге так и знала наткнемся сир я принес новости банны требуют чтобы вы отказались от регенства я слышал они собирают войска как и твои союзники похоже гражданская война неизбежна несмотря на нашествие порождение тьмы жаль у меня есть еще одна новость похоже в битве при астагаре погибли не все серые стражи не знаю как но они будут действовать против вас я нашел способ уладить это дело с вашего позволения антиванские вороны приветствуют вас убийца для борьбы с серыми стражами нам понадобятся лучшие сиры и самые дорогие такое лицо у него сейчас было что что так загрустил он узнал что стража еще остались ага вот это мне нужно я уже давненько не собирал никаких крышочков боги ничего мы с ними не можем сделать и старый грин так у тебя есть деньги странница все дороги в арзамар перекрыты и старый тегрин может продать тебе что-нибудь со скидкой прекрасное оружие и доспехи гномьи работы а вот ты знаешь очень хорошо но у нас нет денег что происходит покупай что-нибудь или уходи понятно тебе и какую же ты дашь скидку ну очень дорого же все ну вот смотрите у нас денег то тю тю гномью секиру можем взять кинжальчики слабенькие длинный меч арбалет ну не знал что разрывной болт купить отбрасывающий шанс бить цель с нук урон от огня ну ладно давай вот мы вот это у тебя купим так а у нас только на один да ладно один наборчик так сказать ну и все остальное уже совсем нам не по карману кому поставить то так а у меня на втором оружие урон от огня ой ладненько давай тогда разрывные поставим вот еще огненные остались все ништяк уходим да карта мира подожди а да тут в любую сторону карта мира идем дальше просто добрались под загрузочкой под загрузочкой долгая мне нравится тут такая книжка вот как карта книжица такая старая карта круто и что ты там еще надумал слушай мы можем поговорить я должен кое-что тебе рассказать давно бы уже следовало честно говоря это что то что меня не порадует ты решил мне признаться что ты дурак не порадует не знаю нет не думаю вот меня действительно никогда не радовало я же уже говорил тебе что меня растил эрлы омон верно что моя мать прислуживала в замке а он меня потом взял на попечение так вот он это сделал потому что потому что мой отец король мэрик значит кайлан мне приходится единокровным братом если не ошибаюсь что а раньше ты об этом сказать не мог так про выродков не надо разве это не делает тебя наследником трона дыхание создателя надеюсь что нет я так не думаю ты ведь тоже так не думаешь правда я незаконно рожденный про меня даже никому не известно я бы и сказал но не думал что это так уж важно я был неудобен я представлял собой угрозу власти кайлона и потому меня скрывали я никогда и ни с кем не говорил об этом кто знал те либо сторонились меня либо наоборот носились как с тухлым яйцом даже дункан не посылал меня в бой из-за этого покуда было можно я не хотел чтобы ты это знала извини я тебя вполне понимаю это хорошо я рад впрочем никаких особых повлажек я не получал и на том спасибо как бы то ни было вот тебе вся правда именно это я должен был тебе рассказать я подумал что тебе следует об этом знать ты уверен что больше ничего не скрываешь на самом деле мы можем использовать эту тайну для своих целей о нет нет даже думать об этом не хочу если ты к этому клонишь мне с самого начала ясно дали понять что престол не для меня и меня это более чем устраивает нет если уж искать наследника то это будет сам эрлы омон он не королевской крови но он дядя кайлона и народ его любит а это куда важнее хотя если он и вправду так тяжко болен как говорят нет и думать об этом не хочу честное слово не хочу ну вот ты все знаешь а теперь давай просто пойдем дальше и будем делать вид что я просто заурядный тип которому повезло не погибнуть со всеми серыми стражами как извольте ваше высочество приколоться над ним но ты же на самом деле так не считаешь правда нет пожалуй нет честно говоря я вообще не чувствую себя везучим алистер одобряет он супер что он одобряет пошли там на мост кто то стоит томас некий сейчас я только здесь всяких корешков пособираю для препарок нам пригодится так больше нету да нет мне уже больше ничего здравствуйте я похоже вижу путников на дороге прямо глазам своим не верю ты пришла чтобы нам помочь я по важному делу мне нужно увидеть орлы омона а давайте спросим что случилось так ты что не знаешь у вас там вообще ничего не слышали что ли так ты о чем что не дошло у нас тут такое творится каждую ночь из замка выходят чудовища атакуют нас до рассвета мы сражаемся с ними и умираем ясно похоже все решили что мор в самое подходящее время чтобы поубивать друг друга просто удивительно здесь нет ни войска чтобы встать на защиту ни эрла ни короля чтобы выслать нам подмогу многие погибли а уцелевшие ждут свои очереди постой что за чудовище на вас нападают я виноват но точно и не знаю да и никто не знает я должен отвести тебя к банну тегану как бы ни он не знаю что бы мы делали наверняка он захочет с тобой повидаться бан теган брат эрла и омона он здесь пойдемте здесь недалеко мы не можем без приключений опять же не просто так встретить и омона что тут у них чертовщина какая то творится придется нам разобраться то перебьют у нас всех союзников такими темпами да а... Приветствую вас, друзья. Я Теган, Бан Рейнсфера и брат Эрла. А я тебя помню, Бан Теган. Хотя в последнюю нашу встречу я был куда моложе и вдобавок вывалился в грязи. Вывалился в грязи? Алистер, неужели это ты? Живой? Вот уж поистине радостная новость. Да, живой. Хотя если Тейрн Логейн меня найдет, вряд ли я долго смогу глядеть на мир. Да уж. Логейн старается убедить нас, что все Серые Стражи полегли вместе с моим племянником. И во многом другом. Надеюсь, ты не поверил в лжи Логейна. Тому, что он организованно отступил, чтобы спасти свое войско. А Кайлан полез на рожон ради славы? В это трудно поверить. Логейн называет Серых Стражей предателями, убийцами короля. Да. Я в это не верю. Это конвульсия отчаяния. И так, ты тоже Серый Страж. Может быть, мы уже встречались? Твое лицо кажется мне знакомым. Ты мог знать моего отца, Тайрна Кусланда. Пару ночей назад. Из замка вышли страшные твари. Мы отбили их, но многие при этом погибли. Да, нам придется помочь. Что за страшные твари? Иные зовут их ходячими мертвецами. О-о-о. Это разлагающиеся трупы, которые жаждут человеческой плоти. Веселье. На другую ночь они напали снова. Всякий раз они возвращаются, и их становится все больше. Кайлан мертв, а Логейн развязал войну за трон, и на мои просьбы о помощи никто не откликается. У меня предчувствие, что нынешняя ночь окажется страшнее предыдущих. Алистер, мне очень не хочется докучать вам просьбами, но мне отчаянно нужна ваша помощь. Это не мне решать. Хотя серые стражи вряд ли справятся с Логейном без поддержки Орла и Омона. Так, ты просишь моей помощи, ты не знаешь меня. Нет, мы поможем. Как это бессмысленно, помогать этим селянам в безнадежном бою. Будто нам не хватило других сражений. Благодарю вас. Вы даже представить не можете, что это для меня значит. Томас, будь добр, сообщи Мердоку, что у нас происходит. А потом возвращайся на свой пост. Слушаюсь, Милард. Теперь к делу. До темна нужно еще много сделать. Двоих я поставлю во главе внешнего заслона. Староста деревни Мердок расположился перед церковью. Серперт, один из рыцарей Омона, стоит со своими людьми на утесе у мельницы, следит за замком. Можешь обсудить с ними приготовление к грядущему бою. Я хочу обсудить с вами наше положение. Скажите еще про себя. Давайте про положение. Да, пожалуйста. Так, у вас здесь есть кто-нибудь из рыцарей. Почему вы в церкви? Что это за тварь мы вроде как уже узнали. Что будет, когда бой закончится? Надеюсь, нам удастся найти источник всех бед и уничтожить его, прежде чем он уничтожит нас. Если повезет, найдем и Омона и сумеем ему помочь. Есть кто-нибудь у вас здесь из рыцарей? Только те немногие, кто вернулся из похода. Вы же об этом знаете, да? Из похода за урона святого праха? Да, я не одобрял, что Изольда послала так много рыцарей, но я человек практического склада, а она истово верующая. Один из тех рыцарей, кто ходил в тот поход, сэр Перд. Может быть, вам стоит поговорить с ним? Ну ладно, давай расскажи еще про тварей. Я не знаю. Как будто ходячие мертвецы. Их ранишь, ранишь, а они сражаются, как ни в чем не бывало. Нежить, значит? Но это когда духи овладевают мертвыми телами. Возможно, мы имеем дело с магом. Но кто мог такое сотворить? Ну и последний вопрос. Почему вы в церкви с селянами? Сэр Перд настоял. Чтобы все те, кого он должен охранять, находились в одном месте. Я и не возражаю, если честно. Смысл всего этого защитить селян, а я нужнее всего здесь. Ведь если все пойдет плохо, то это последний наш рубеж обороны. Если все пойдет плохо... Если чудище прорвутся сюда, я бы предпочел не драться в церкви. Но уж если это случится, так тому и быть. Мы могли бы привезти сюда еще бойцов. Но лучше все-таки вообще не подпускать тварей к селянам. Ладненько, все, пойду я. Хорошо. Удачи вам, друг мой. Меня сохранили. Мориган минус пять. Но она частенько не одобряет то, что я делаю. Так что я просто хочу тут осмотреться. Старуха, ребенок. Мать Ханна. Уши. Мать Ханну оставим, пока там молиться. Джетта, это кто? С ней поболтать. Простите, я вас потревожила. Я... Я постараюсь потише. Так, кто ты такая? Я... Меня зовут Кейтлин Миледи. Простите, я, наверное, глупая, но вы на самом деле серый страж. Честно-честно? Почему ты спрашиваешь? Ты такая красивая, в жизни бы не подумала. То есть, мне в голову не приходило... А, забудь. Ты поможешь нам? Тут говорят, что нынче мы все погибнем. Да, я сделаю, что все в моих силах. Я даже спать не могу. Закрываю глаза и вижу, как мою маму тащат прочь. Что же мы натворили, если создатель допускает такое? Фу. Волнуются за матерь, конечно. Постарайся быть сильной, всем страшно. Понимаете, Бевин мой братишка. Он убежал, наверное, решил выбраться из деревни. Я так боюсь, что эти схватили его. Почему он решил убежать, ты не знаешь? Или как попытается? Это около площади. Его там не было. Потом я всю деревню обошла. Я кричала, звала его. Но он не откликнулся. Он, наверное, убежал в лес. Я так боюсь за него. Ведь кроме меня у него никого не осталось. Он сказал, что хочет спасти маму. Но ведь он совсем еще мальчик. И просто не понимает, что ее уже нет. Боюсь, что скорбь толкает нас порой на бессмысленные поступки. Если он с дуру побежал, куда глаза глядят, он уже мертв. Придется тебе с этим смириться. Очень мило. Может быть, ты ее еще и стукнешь, раз уж взялась за дело? А что, лучше успокаивать ее ложью? Если уж приходится смотреть в лицо смерти, не стоит отводить взгляд. Надеюсь только, что он не побежал в замок. О! Это было бы просто ужасно. Ну все, ладно, я поищу его. Правда? Спасибо тебе большое. Найди его, пожалуйста. Папа, я так боюсь. Угу. У нас новое задание найти ребенка. Но она говорит, он побежал в лес. Стало быть, нам его не в деревне искать. Потому что по деревне она, говорит, бегала, кричала. Ну, наконец-то посвежела. И откликнулся. Тяжело дышать, когда воздух прямо пропитан самодовольством. Ополченцы. Так. Вот наша цель. Мэрдок. Получается, что ты серый страж. Я думал, что в серые стражи женщин не берут. А чем могу помочь? Выходит, что берут вот так. Ну, это ты так говоришь. А по мне, объяви себя серым стражем какой-нибудь растреклятый кунари. Я разницы не увидел бы. Впрочем, мы не отказываемся ни от чьей помощи. Ты уж не обижайся, что я мрачный такой. Что ж, мы в самом деле хотим вам помочь, чем сумеем. Можете на нас положиться. Зовут меня Мэрдок. Я староста того, что осталось от деревни. Пытаюсь сделать так, чтобы за эту ночь нас всех не перебили и в замок не уволокли. Не теряй надежды, старина. Вместе мы одолеем зло. Надеюсь, ты права. Очень надеюсь. Так или иначе, ты здесь. Да еще и командир. Чем я могу вам помочь, а? Нужно срочно чинить оружие и доспехи. У нас этого добра и так не хватает. Как бы половине не пришлось драться голыми руками. Оуэн единственный кузнец, кто мог бы с этим справиться. Но этот дурень упрямый даже не желает с нами разговаривать. Если мы хотим как следует подготовиться к нынешней ночи, нам без этого своенравного ублюдка никак не обойтись. А почему же Оу не хочет с тобой разговаривать? Его дочка Валена, служанка Орлессы. С тех пор, как все это началось, от нее ни слуху, ни духу. Он требовал напасть на замок, сломать ворота и ворваться внутрь. Я ему доказывал, что нам это не под силу. Но он слушать не стал. Теперь он заперся в кухне. Я не могу силой заставить его чинить оружие и доспехи. А он говорит, что лучше, мол, помрет. Что еще тебе нужно? У нас каждый боец на счету. А уж такой ветеран, как Двин, был бы на вес золота. Вот только он наотрез отказался выходить в бой. Кто такой этот Двин? Он торговец, гном. Живет возле озера. Заперся в доме с парой своих подмастерьев и говорит, что мы ему вовсе не нужны. Нам бы пригодился боец с его опытом. Но он не хочет выходить из дома. Продолжай в том же духе. Хочу обсудить кое-что. А ты разве не должна сейчас пробовать урезонить Оуэна? Я поговорю с ним. Только пить с ним не вздумай. Под стол свалишься. Какое невезение, что наш успех и жизнь зависит от самого тупого пропойца и среди кузнецов, какого видел мир создателя. Скажи, чтобы смотрели в оба. А то ведь налетят, пока солнце не село. С них странится. Хорошо, Сэр. А что нам делать, пока тихо? Понятно. Молитесь. Дайте еще побегаем. Не надейтесь на чудо. Просто поосматриваемся. Ну, попутно тут дела какие-нибудь поделаем. У нас тут задания потихонечку добавляются. Много, видимо, квестов дополнительных будет в этом месте. Это деревушки. Так, сюда мы можем зайти, нет? О, здесь тупик. Ребята, мы в тупике. А я думала, в дверку можно зайти. Нет. Нифига подобного. А в эту? Тоже нет. Заперлись все, что ли? Тут что? А, вот сюда можно. А, нет, смотрите-ка, закрыта. Постучать в дверь, выломать замок. Попробуем, может, скрыть или снять? Сейчас постучим. Попробуем отмычкой. Есть кто? Ладно, взломать. Да, ломайте. Что же делать-то? Запугать. Нет, прошу прощения, ничего плохого не имела в виду. Принимается. Меня зовут Двин. Рад познакомиться. А теперь убирайся. Зачем ты здесь заперся? Чтобы выжить. У нас тут довольно припасов, чтобы протянуть хоть месяц. Притом я и мои парни управляемся с оружием вдвое лучше, чем эти улухи из ополчения. Ты умрешь здесь так же. Ты должен. Ну, видимо, он считает, что не должен, раз он здесь закрылся. Ты просто глупо отсиживаться здесь в одиночестве. Почему же? Здесь у меня есть запасы еды, ребята для охраны. И я сам выбираю, как мне жить и как умирать. Запугать, что ли? Или умрешь там, или прямо здесь и сейчас. Все, хватит тут болтаться, как у себя дома. Все, ребята, кончаем с этим. Прямо так. Спокойно. Вин. Вин, 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 вин. Знаешь что? Могла бы ты отойти. Морига. Ты давай сюда. Так, ну, а мы пока в наступление. А мы по курсу враг. Че там я? Оглушили, что ли? Ё-моё. Давай, давай, давай. Приходи в себя. Мы должны победить. Довери их. Ну, ё-моё. Похильте меня кто-нибудь. Че происходит? Так, где я? Головорец, Алистер, Зара. Вот так. Мориган. Че у тебя там есть? Бличо-паука. Офигенно просто. Молнию можете применить? Класс. Это тебе будет бахнуть. Ой, заморозили опять. Лечит. Отлично. Все вроде как. Девина мы порубили. В хлам. Меч Девина и деньги. Я не знаю, правильно ли мы поступили. Серьезно. Ну, вот как-то так. Не нашли бы вообще язык. Так, ну, может здесь нет ничего. Ну, не хотел выходить. Не хотел нам помогать. Окей. Пойдем дальше. Меч его забрали, кстати. Я не знаю, хороший ли он. Давайте посмотрим, может быть. Так. Что там у нас? Меч Девина. Ну, 7,40. Кровавая месива. Так. 2% отразить вражебную магию. Ну, пока что у нас нормальный, лучший меч. Потому что здесь получаем лечащим эффектом 10% пробиванию брони. Так что ладно. Пока так. Так, что тут у нас лавочка. Что-то там есть. Будет сделано. Закрыт. Никто, да, больше не умеет открывать-то. Не Морикон. Вообще никто. Так, а не оставишь меня в покое, да? Да. Не оставлю я тебя в покое. Не знаю, что там было, но ладно. Потому что здесь ничего нет и нет никого. Так. Посмотрим дальше. Как скажешь. Большой только домик. Что тут полезного? Ничего не вижу. Ага. Эй, там кто-то есть? Это не твой дом. А ну, молодой человек, вылезай немедленно. Я? Да, мэм. Ну вот, я вышел. Вы меня убивать не будете? Я пойду обратно в церковь, если хотите. Скажи мне сперва, что-то там делать. Тебя сестра ищет. Как тебя зовут? Бевин. А сестра? Сестра Кейтлин. Она, наверное, в церкви меня ждет. А-а-а. Ты от нее бегаешь? Что же смелого в том, чтобы спрятаться в шкафу? Ну, я же не все время здесь сидел. Я спрятался, когда вас услышал. Я... Нет, я вам не скажу. Это секрет. Уверен? А то, смотри, я бы могла помочь. Нет. Я ничего не скажу, и вы меня не заставите. Он убежал. Плохо. Нам придется дальше его еще искать. В шкафу такой сныкался. Так, это что у нас? Второй этаж? На втором этаже закрытый сундучок, как обычно, блин. В шкафах ничего нет. Ладно. Вот. Хорошо, что он не в лесу, конечно. Ну, блин. Так, мы же в этом направлении, да, двигались. Что, может быть, ей сказать, что мы его видели? Или еще походить? Что он хоть не в лесу? Это? Что такое? Какая-то корольчатня. Кроличьи домики. О! Ящичек. Аптечка. Супер. Я, да, прикупила там аптечек еще. Тут тоже, по-моему, что-то есть. Купаться запрещено. Спасибо. Мы, конечно, как бы не планировали, но... Чистая бумага. Так. Заблудилась я уже в этой деревне. Так, сюда. А мы здесь бегали, я помню, этот провал. Угу. Возвращаемся. Так. Поговорить с ним. Ну что, говорила с Оуэном? Нет. Нет. Здорово, такого упрямого дурни нигде не сыщешь. Я хотела спросить насчет Дэйвина. Да? А что с ним случилось? Дэйвин мертв. Ха-ха-ха. Вот дурак. Я же говорил ему, что нечего запираться в доме. Говорил, что мы не сможем обеспечить его безопасность. Да разве такой послушает? Спасибо, что сказала. Похоже, еще одна бессмысленная смерть. Досадно? Ну, что-то мы не смогли договориться. А ты разве не должна сейчас пробовать урезонить Оуэна? Ладно. Ты права. Будем надеяться, что увидим утро. Оуэна. Так. Сюда мы бегали, нет, по-моему? Ух ты, какая у них тут... Ой! Хочу вот эту штуку. Дайте, дайте, там корень. У них тут... Ну, как, типа, водяная мельница, что-то такое. Закрытый сундук опять мне не везет. И здесь была какая-то дверь. Она тоже закрыта. А нельзя постучать? Да убирайся же, наконец. Оставь меня в покое. Будь ты проклят. Ты забрал уже весь мой товар. Ничего не осталось. Ничего. К вашему сведению, мы тут убиваем тех, кого заходим. Кому заходим в дом, блин. Эй, Олун, кузнец это ты? Мне нужно с тобой поговорить. Открой мне эту дверь, вышибу. А? Кто там? Чего тебе надо? Ну. Я не очень люблю разговаривать через дверь. Можно войти? Какого черта? Я тебя не знаю и знать не хочу. Ступай отсюда. Так, открой, пожалуйста. Мне нужно просто с тобой поговорить. Ну ладно, ладно. Хотя я не знаю, чего тебе так приспичило. Сейчас открываю. Угу. Этого убивать не будем, обещаю. Кто-то долго-долго пил. Ну вот, я тебя впустил. Ты хотела поговорить, но мы и говорим. Может, назовешься, кто ты есть? Я зара Серый Страж, помогаю бану Тыгану. Из Серых Стражей, значит? Ха. Чего только на свете не бывает. Ну, а меня Оуэн зовут. Хотя это ты, наверное, знаешь. Что, пришла напиться за компанию? Или тебе что-то нужно? Так, зачем ты заперся? Ополчение очень нужно. Твоя помощь. Мэрдок мне не очень-то помог. С чего это я буду помогать ему? Дочка моя, Валена, в служанках у Эрлесы. Застряла там в замке, а чертов староста не хочет за ней послать. У меня она одна рада с тех пор, как жена померла. А теперь и Валена умрет. И плевать мне, что там будет со мной, деревней и со всеми. Ты собираешься просто напиться до смерти? А давайте пообещаем, я спасу твою дочь. Мне бы очень даже приятно было знать, что кто-то пойдет искать Валену. Ежели, конечно, мы все доживем до утра. Все равно же мы пойдем искать эту Валену, правильно? Так, ладно, постараюсь как смогу. Не, так дело не пойдет. Мэрдок все то же самое говорил, только я вам не верю. Слушай, козявка, ты и так уже о многом просишь. Мне нужно обещание. Что поищешь и что приведешь ее сюда, если сможешь. Обещаю, я ее найду. Мы сделаем все, что сможем. Поверь нам, друг. Принято. Будет хоть на что надеяться. Какая прелесть. Может, начнем еще кошечек с деревьев снимать? Тогда ладно. Пора браться за дело. Зажечь горн. Ох, где бы железо найти. Может, на мельнице? Ха, ежели Мэрдок хочет, чтобы я до темноты все починил, пускай поскорее присылает сюда своих людей. Если что понадобится, ну, словом обращайся. А теперь, извини, откланиваюсь, иду работать. Морриган опять неодобряет. Да что ж ты будешь делать с этой вредной Морриган? Давай посмотрим, что у него тут есть. А-а-а! Закрыто. Тут заперто. Ключ у меня, вот. Давай открою. Давай. Что там такое? Будет сделано. Топор, кинжал, все забираем, да? Класс. Как мы неплохо у него разжились, этот нот. Ну, ладненько. Дети мои, покидаем его. Вот, видите, с ним мы договорились. Но надо будет дочку обязательно разыскать и спасти. На данном этапе пока остановимся. Становимся, продолжим следующую серию. Мордоку сообщим, что мы поговорили с кузнецом. Ну и не забудьте поставить пальчик вверх. Поддержите меня лайком и пишите ваши советы и комментарии. До скорого, ребята. Всем пока.